Получили мы, я скажу, что очень мощное оружие. Получается, российский пистолет, вот пистолет Ерыгина у них есть, за основу они его взяли. Они где-то, наверное, на россиянике, если скопируют пистолетских залп в Швейцарии, то сделали пистолет Ерыгина. После него вот такого положения, кажется, что на критерсии, но для того, чтобы он был на критерсии, это просто всем придут с импортом. Равно и не только, если гибридная война не заканчивается, тот пользоваться придется всем, надо сделать маленький предзвоз. Вот там на предзвоз, получается, а теперь получается, вот он встал на критерсии, да. И даже если он, получается, взгляд заряженный, не снижает, что на критерсии. А если бы я должен разрядить, то соответственно. Слушайте, и вчера уже мы ищем, вчера не будет, но если бы у вас было ощущение, что можно было бы еще отличать за романтическое оружие, мы поставили там вольный, но когда мы вчера, получается, взяли коробку картонную, то есть мы в 4 ряда ее положили, поставили на стул, который делается на колонии, на колонии, который делается на колонии, у нас в ней проймах, и мы поставили этот стул, и получается, просто взяли и испытали. Взяли и испытали. Это, получается, картонная коробка на скоте, и стул на скоте, и понятно, чего умер, пьяница и зебил. Он умер, конечно, от резиновой публика, который переделал ему в курс, он снял там в майке, и я думаю, что вот с обратной стороны майки она там и застряла. Российская оружие, термонистическая оружие, близкого расстояния от боевого, ничего не встречается, потому что где-то может быть человеком от Чечена, или даже какого-нибудь Дагестанца защититься, но ничего нет, только такое, по-моему, понятно. Тем более, страна, в салоне, в кризисе, они в тулках, там, там, больше, чем половину года ходят, поэтому такого какого-то, что когда с нас все делали, у нас следует, скорее 50, да. У меня просили, сказали, что нам не хватает получать грамматического оружия, что в основном, получается, приходится задача решать трензином палки или кулаком, где-то за этим исключением, получается, применяя светлослуховые гранаты, ну, где-то вы говорите на определенные хитрости по блокированию дорог, какие-то при определенной держат, ну, вот, необходимо, конечно, грамматическая транспортная кулакова на есть, и мы не завидим. И вот, получается, по указанию дороги с указанием, приобретено, получается, 100 пистолетов, 100 пистолетов, 30 пошли в СОБР, 20 пошли в Алмаз, а 50 пистолетов передают нам. Вот, если куда-то группа выезжает, на несложный, что нам, как у нас было, что, когда выезжал Далек Кривич, мы будем собирать этого ДВИБО, который на мотоцикле ездить, и там произошла ситуация, где его отбили, как раз, получается, не мешал, как раз его было. Нужны были 2-3 таких пистолета, поэтому на особо сложные задания отначально принимать решение, но дополучно задает мощь неимоверная. Поэтому, как президент говорил, только если брет на себя, если брет на себя, применять оружие, получается, вот, неретальное, вот, по ногам, к животу, по яйцам, чтобы понял, что он створил и что наделал, когда придет в сознание. Ну, а если, получается, у него как-то что-то будет случаться, либо поколение, либо изувидение, либо угли, применять оружие прямо вот, прямо вот, прямо в лицо, прямо вот туда, после чего он уже никогда не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают, откачают. Не будут у них половины головного, ну, и дуга, и никакого. Потому что, в основном, все те, кто выходит на улицу на данный момент, участвуют в этой рельсовой войне, перерезают участников, которые блокируют дороги, нападают на персоняр, нападают коктейль в мозг. Это террористы, это лишние люди в наших странах. И вот этому сегодня было посвящено очень-очень много, на том выборчном совещании, которое проводил главный СПО. И сегодня президент сказал, я знаю, кто, получается, я знаю, кто, получается, всех здесь убоюет. И я знаю, говорит, на ком, сейчас на данный момент держится, получается, порядок в нашем государстве. То есть, говорит, у милиции есть и те задачи, которые она продолжает, и она успешно выполняет, и в уровне преступности поедет. И у милиции есть сейчас задача, получается, защитить всех. И главу государства, и его окружения, и его семью, вместе с государством безопасности. И защитить депутатов, и лиц, которые управляют, получается, государством от этих угроз. А еще, получается, на улицах навести порядок. Пришло время, когда, получается, ни один сотрудник правоохранительственных органов, даже, получается, ОМОНовец не должен выходить на массовый беспорядок, не имея с собой административный орган. Поэтому пришло другое время. Время, получается, жестких действий, соглядкой на, скажем так, политические моменты, так как мы, получается, форма, которая интегрирована в мировое сообщество и обязана соблюдать ряд определенных действий, так, чтобы мы не выглядели. Как исходить, вот это время, оно закончилось, наступило другое время. И это время, оно, получается, требует более молодых, более решительных людей, которые через себя не выглядело. И выглядело. Самое главное, что это самое главное. Это руководители, которые мы хотим сказать, из этих коллективов, и эти руководители, если вы, получается, найти самую соль, самую соль в словах министра, эти руководители не должны допустить в соответствии среди нашего личного государства, среди нас, чтобы все были живы, здоровы, выполнили задачи, выполнили задачи, навели порядок и приступили к своей дальнейшей повседневной работе. Поэтому министр назначен у браков Иван Владимирович, генерал-майор, судья, муручая, по-моему, генерал-лейтенант, это большое доверие и для всех сотрудников органов внутренних государств, не со стороны, а начальника УИД, который на себе все это дело был вытянуто и сам переживал. И я скажу, что иногда домой придешь и пишешь, а тебе снится голос у Баркова и его команды. У них есть то, что мы назначим министром ООН и им даны самые широкие программы и в плане вооружений, и в плане тактики, и в плане упражнения, применения специальных связок и силы по отношению к большинству все время наносить удары, чтобы они только устроили поворачивание, все время продумывать комбинации, все время атаковывать, кто атаковывает, тот является хозяином положения, кто обороняется, это жертва, это дичь. Президент сказал еще декабря месяц со всеми моментами я туда на улице есть, она разобраться пожалуйста всем объяснение прихожим конституцией о нем даже сказал, что он не мог сделать но страну передать одну коммуника которую просто понимают что я просто отношусь за это по-простому по-человечески по-мужски общаться вместе я знаю что если я сейчас подамся на эти договоры и уйду и всем и уничтожить и многие здесь будут делать издевать будут все то что написано придем сожжем поломаем и так далее это все осуществится область разберут внутривая карточка область ОМО поставят на колени унизят и так далее и многие фуги кого только они посчитают поэтому сказано навести порядок и порядок в воздухе наведет установки правой государства чтобы вот получается командиры поставили задачу вот оно нам дано оружие в руки оно у нас есть как говорил дедушка Ленин в стране только одна сторона имеет право применять оружие это государство все остальные кто за оружием водился это бандиты бандиты и террористы и отношения к ним как все указания только краски только с газом и никак иначе и не поливать получается эта машина эта машина по своему техническому характеристику в одну секунду в одну секунду перебрасывает 200 литров воды в нужную точку это вот считать что бочка полетела в туристовом воде то удар такой что если человек находится недалеко или вот на против столба а этот столбик он может прямо размазать отменить все здесь органы а он там полиция специально тут просто таким образом применять и обязательно сгадывать обязательно сгадывать создаются базы данных эта база данных кто попал второй раз не будет остаться кто попал второй раз он должен там остаться сказано разработать сделать лагерь сделать воин ну не для военных не для интернированных а лагерь да особенно сколько вы для отселения поставить корючую провозу получается передач до помещения сделать до кормили кормили обработали но там их держать пока все не спокойно глобой государства мы прикрыли со всех сторон в плане предназначения даже есть мы на этом бездумно сразу конечно запас его оружие убить не надо надо человеку шанс в этой ситуации чтобы он осознал но а если нет тогда получается а если нет тогда получается уже кормануть кормануть потому что время такое не гибридная война и если мы не устоим следующий раз ни Мало чего вы заходите на посетение. Поддели тридцать, между Литвой, между Украиной и между Польшей. Поэтому, зря министр говорил, что держится сейчас на органах, и нарезы подъезды. Внутренний раз себя ГУД, ОМОН, наши подъезде, мы в родственни. Вот в принципе, как раз. У кого послышали? Сказал, что всех наградят. Сказано, что если содержимых будет тысяч наград, но те, кто, получается, будут принимать столкновение, наградят с поздним задачей. Те, кто, получается, был в столкновении, выполнял задачи, в сделке переносил всякие решения, предоставить награждению, не дали за отече в охране. Дальше, если где-то будут тысячи, тяготель с наградом. Вот в принципе, то, что судьба приняла доводила. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...